МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выбранный с любовью подарок сразу узнаётся по стремлению угадать вкус адресата, по оригинальности замысла, по самой манере преподносить подарок. Андре Мороа, французский писатель. Очень трудно выбрать, что я больше люблю, дарить подарки или получать, потому что и то, и другое очень приятно. Точно знаю, что тот, кто дарит подарки, получает удовольствие больше, чем тот, кто принимает. Каким образом, я уже не могу вспомнить, но мой дом обрастает всё время мягкими игрушками. Надо делать радости людям, а подарок – это радость, это классно. Лариса Брохман, Нина Шацкая, Вилли Токарев, Анатолий Полотно. Мои подарки. Ну, если вам кто-то скажет, что он больше любит дарить подарки, чем получать, он слукавит, мягко говоря. А по-русски просто соврёт, наверное. Потому что натура или натуро человеческое, вообще всё основано на желании получить. Это философская истина, то есть это тот краеугольный камень, психология человеческая. Всё идёт под желание получить. Я люблю дарить разные подарки. Иногда мне хочется подарить что-то очень такое значительное и дорогое. А если вот есть для этого возможность, я делаю тоже это с удовольствием своим самым близким людям. Знаете, чтобы так сказать, значительный подарок, который можно было бы записать в книгу Гиннеса, у меня нет. Так, мелочи всякие бывают, как положено делать подарки. А больше я не знаю подарков. Я вообще, знаете, равнодушен к этому. Я не жду подарков, но если они приходят, я радуюсь. Если я понимаю, что я дарю, вот, уверена в том, что мой подарок абсолютно то, что человек хочет, это большой праздник. Но это, к сожалению, наш материальный мир сейчас, ну, если человек что-то хочет, он может сам себе это приобрести. Если не считать яхты, бентли, ну, это не в моих силах подарить. Я страдал, я просил, Моя снежинка, моя пушинка, Моя царица, царица грезь, Моя снегурочка, Моя креста, К твоим ногам я в жизнь принес. Я ненавижу дарить предметы, которые я называю пылесборниками. Это ужасно, потому что это вот передаривание ненужных предметов, которые сейчас к этому все сводятся. Люди ходят на дни рождения и носят по десятому кругу одно и то же. Вот это ужасно. И приобретаете какой-то подарок, понимаешь, что его передарят, ну, это вот очень болезненная ситуация. Я считаю, что иногда подарки можно передаривать. И я это делаю довольно часто. И не потому, что мне, например, вот, ну, жалко самой потратить там какие-то деньги на подарок. Но я понимаю, что эта вещь, которую подарили мне, гораздо больше подойдет другому человеку. И если вот так вот совпадает, вот так возникает такая история, то я его запросто подарить могу. Другое дело, если мне подарил подарок человек какой-то очень мне, для меня значимый, близкий, дорогой, такой подарок я никогда не подарю, да. Мы артисты, наше дело просто приехал, поздравил, спел, ну, или диски. Ну, когда мы уже едем, там, десятый раз, скажем, к людям, то мы с Федей начинаем, ага, ну, когда подарочек найдем какой-нибудь, мы уже знаем, чем человек живет, чем он дышит, что интересуется. И понятно, что не для того, чтобы подлизаться, а уважуха. Ну, мне кажется, это вообще обязательный компонент общения между людьми. Потому что, ну, это один из способов выразить свое отношение к человеку. Но вот люблю еще дарить всякие смешные мелочи. Такие, раньше, помню, в книжных магазинах были очень-очень интересные книжки про растения лекарственные. Например, хрен в борьбе с заболеваниями, там, чего-то. А я так, как я врач по образованию, то я вот набирала вот такой вот ерунды всякой и дарила так просто. Не то, что дарила, я даже не называю это подарками. То есть приходишь кому-нибудь в гости, и вместе там с каким-нибудь пирожком, там, фруктами, еще вот хрен. Однажды роскошно одета, По полю гуляла конфета. На ней был хорошенький фантик И белый с ромашками бантик. На ней было платье в горошек, И день был ужасно хороший. Стояло роскошное лето, Сияло от счастья конфета, Конфета. Самый смешной подарок, вот мы сейчас прилетели из Иркутска. Люди подарили мешок с кедровыми орехами. Представляете, какой кайф. Единственное неудобство, конечно, тащить это, ну, самолеты и прочее. Вот, но мы привезли ее в Москву. Честно поделили все это дело. Сейчас сохнут орешки, уже очень вкусные. Когда я был приглашен госконцертом Союза СССР из Америки В Советский Союз, впервые после эмиграции, Я приехал в Советский Союз, И были мои концерты по городам Советского Союза. Так вот тогда мне надарили подарков, Наверное, можно было вагон, пульман наполнить этим. И дарили все, даже мебель мне подарили, я помню. Книги, украшения. Ну, это невозможно перечислить. Но, должен сказать, что вот это я запомню на всю жизнь. Выбрать элементарно. Все зависит от знаний человека, во-первых. Если ты знаешь человека, то и выбрать тебе легче. И от возможностей. Есть люди, с кем общаюсь, Они настолько высоко по положению стоят, Это самая сложная аудитория, кому что-то подарить. Допустим, он сидит где-то в Газпроме, в большом кабинете и так далее. Что можно еще человеку подарить. Ну, здесь легче. У нас есть диск, написал от автора, да-да-да. А так, ну, насколько у тебя позволяют финансовые возможности, И фантазия, и юмор. Для меня, например, мужчинам выбрать подарок труднее, чем женщинам. Гораздо труднее выбрать подарок мужчинам. Ну, спиртное понятно. Там, ну, я не знаю, галстуки-запонки, книги. Ну, в общем, как-то вот сложно. Спирнинги дарят традиционно. Там, там, гитары, да ну, что, я не знаю, там, нарты, так это вообще. Этих нарты у меня на даче, ну, если я скажу, там, 15-20, то, наверное, могу ошибиться. То есть, и тоже огромные, и там, и минные со всеми этими, значит, там, что-то разное. Конкурсация и прочее, прочее. Ну, сабли вот эти вот все, это же тоже, я, как бы, их, ну, я вообще не любитель оружия, скажем. Вот, у меня главное оружие – это сила духа и кулаки, собственно. Ну, он жил бы, если порадовался. Судьба моя, сутарочка, Нежданна и не брошена. Идем мороз! Матерочки Плакие да хорошие О любви от любинности Не плакался, не жалился Но если по взаимности Так мы всегда, пожалуйста Поцелуй меня, удача А захочешь, обними Ну, а нет, так не заплачу Капа, хочешь, не бери Поцелуй меня, удача А захочешь, обними Ну, а нет, так не заплачу Капа, хочешь, не бери Секретов никаких нет. Нужно иметь или деньги, или способности, которые могут что-то сделать без денег. Разные варианты есть. Ты же видишь глаза человека, когда тебе подарили машину. А ты и мечтать не мог, допустим, ее купить, потому что нет возможности, нет средств и так далее. Там у тебя другие заботы. Представляете глаза человека? Или какое-нибудь колечко подарил, или какую-нибудь подвесочку жене. Просто обязательно. Или подруге. Я не про себя сейчас говорю. Больше всего за последнее время мне запомнились подарки от моего сына. Он мне дарил подарки, конечно же, практически с рождения. Сначала это были рисунки какие-то, потом это были какие-то аппликации. Но самый такой, я считаю, гениальный подарок, когда он мне подарил тапки 41-го размера. А я ношу совет 6-й. И когда, ну ему было лет, наверное, 7. И когда я ему сказала, он сказал, мама, вот ты говорила, что ты хочешь новые тапочки, вот это тебе. Я говорю, Саша, а почему они 41-го размера? И тут он понял, что у тапок бывают разные размеры. Вот. И в общем, они у меня до сих пор, я их с удовольствием ношу. Так, правда, как это все до них не дорасту. Я надеюсь, что уже никогда не дорасту до этих тапок. Но вот такой подарок чудесный был. Я считаю, что подарки материальные, не денежные, материализованные что-то, должны дарить только близкие люди, которые понимают, что будет нужно, может быть, знают. Но вот совершенно не понимаю дешевых вещей, которые, в принципе, при покупке, при дарении, уже понятно, что эта вещь не будет нужна. Но их все равно дарят, вот эти сувенирные подарочные магазины, это ужасно. Для меня подарок – это начавшееся утро, когда я говорю «Слава тебе, Господи!» за то, что я проснулся и вижу это чудесное утро, неважно, дождь или что. Вот. И я хочу сказать, что человек, который любит подарки, он их получает каждый день. Эту жизнь – это его подарок, данный Господом Богом. По долгу жизни я имею скромный ранг. Я песню к людям запустил, как бумеранг. До сердца вашего она, друзья, дошла, И мне в Америке, вернувшись, помогла. О, если б знали, о, если б знали, Как этой встречи мы долго ждали. Меня с концертом сюда позвали, И я пою вам вот в этом зале. О, если б знали, о, если б знали, Как этой встречи мы долго ждали. Меня с концертом сюда позвали, И я пою вам вот в этом зале. Лариса Брохман, Нина Шацкая, Вилли Токарев, Анатолий Полотно. Мои подарки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин